Приветствую, друзья! Странное дело. Вот там у нас появляются в школе люди, которые меня очень удивляют. Это знаете, я много чего повидал в жизни. Ну, когда пишут какие-то такие странные вещи... Ну, вот смотрите. Ну, очень интересно. Я, во-первых, шутник, и я буду вас развлекать, и вместе с этим давать интересный контент. Полезный. Теперь слушайте. Во-первых, сравнивать меня не надо ни с кем. Да, потому что я не просто психолог, я учил психологов, это раз. Во-вторых, я не просто врач, психотерапевт был, а я учил врачей. Во-первых, я выводил из острого стресса в Беслане и детей взрослых, когда психологи не могли к ним достучаться, потому что они ничего не слышали, не видели. В этом таком шоке были. Я готовил испытателей Марс-500, международной космической программы. И я готовил военный персонал. Кстати говоря, вместе со своим сыном Соленом мы ездили по приглашению, ну, в Министерство обороны. Я ездил туда, готовил военный персонал при входе в атомоход Курск и учил других специалистов. Не надо меня сравнивать в том смысле, что там кто-то мне написал, да вы кто такой, мы вообще даже вас и не знаем, мы не слышали. Очень много психологов сейчас. Что вы там всё время о себе говорите, ну, типа такого. Что вы всё время я, я, я. Ну, вот, послушайте. Для того, чтобы я не говорил я, я постоянно вам напоминаю. Просто подпишитесь на канал и посмотрите, пожалуйста, у нас под роликом в описании, кто я такой. Чтобы мне не приходилось постоянно заниматься вот этим вот позиционированием себя. Мне же тоже это надоедает. Вы понимаете? Просто глазком загляните в описание под видео, чтобы было всё понятно. И тогда вы не будете писать странные такие комменты. Потому что мне очень удивляет, например, в прошлый раз в ролике про Горяева я сказал. Ну, я сказал, ну, хороший парень, ну, что тут скажешь. Ну, немножко перехлестнул, так сказать. Перешёл за рамки здравого смысла. Ну, я сказал, как я думаю, как специалист. И тут же сразу появляются люди, которые вообще не знают, чем он занимался, потому что вряд ли они изучали его. Изучали так скрупулёзно, как я, например. Потому что он про меня и в каком-то фильме хорошие слова сказал, неплохие. Я не против него выступал. Я просто говорил о том, что каждый должен думать своей головой. Потому что если я вам сейчас начну рассказывать, сколько на самом деле у меня академических корочек, всяких дипломов и прочих, и член корских, вы тоже поразитесь. Понимаете, в чём дело? Дело в том, что общественных академий много. Дело в том, что коммерческих академий много. Но есть ещё одна государственная академия. Надо же всё-таки разбираться в каких-то таких вещах. Но поскольку у людей нету времени копаться во всём этом, и это я хорошо понимаю, очень хорошо понимаю, мне для того, чтобы понять, чем занимался Тесла. Тесла. Величайший человек на планете. Который именно в самом начале, разгаре, электроизучения, электричества, атомных потом станций, которые потом начнут появляться, он их предвосхитил. И сказал, что вот наступит время, когда... Вы понимаете, вот для этого мне пришлось две недели каждую ночь по часу, по полтора слушать аудиокнигу. Вот какой молодец, который вот выпустил это вот. Потрясающе. Потрясающе просто про Теслу. Послушайте. Вся его история. Так я же вникал в это, потому что я специалист, и я должен понимать, о чём я говорю. Вот если вы вникаете, тогда вы можете написать какие-то комменты с какими-то такими обличающими там, или допустим, там один парень написал так смешно, он говорит, а я-то думал, типа, ну, про меня, типа, хороший, а потом как про Горяева прочитал, что я сказал, я сказал, да, сразу отписываюсь, потому что, о-о-о, а где ваша голова? Вопрос. Чувство силы даётся за счёт того, что вы думаете, друзья, и я тоже к этому отношусь, к этой категории людей, своей головой. Вот чтобы своей головой думать, а не вестись на новомодные течения, на рекламу, потом, значит, на такие всякие слова новомодные, там, квантовые переходы, там, прочее, десятая, вы знаете, волновые, торсионные поля и так далее. я вам просто хочу сказать, что есть такое понятие, вот того же Горяева, возьмём сейчас на всякий случай, пример. Вот там матрица Горяева, которая помогает от всех болезней. Что сделано вначале? Вначале сказано, что это улучшает состояние кожи, глаз, уши, там, печень, почки, селезёнки, вплоть до всего, от головы до пяток. Ну, там человек выступает и потом даёт эту матрицу Горяева, там шум прибоя, там, и ещё он говорит о том, что сосредоточенно слушайте, сосредоточенно слушайте, очень сосредоточенно, ну, там не менее полчаса надо это всё сосредоточенно слушать. Ну, конечно, если вы будете точно так же смотреть в точку, сосредоточенно, после такой вот обрамления словами, что это даёт, безусловно, 30% людей, при этом ходят в транс и получают эффект улучшения. Так называемое не просто плацебо, а на самом деле это косвенное, а если прямо сказать, иноправленное психотерапия, обыкновенное психологическое воздействие. Да, а если, например, вам, вместо того, чтобы перечислять, что это даёт позитивного, вдруг начнут перечислять негативные симптомы какие-то, и при этом скажут, и вот поэтому, если вы без этого будете ходить на улице, у вас это всё появится, и у вас это всё появится, и вы тут же побежите, и будете делать это, и делать то, и делать... понимаете, в чём дело? Вот я вам сразу в двух словах объясняю, что такое плацебо-эффекты, я вам объясняю, как работают манипуляции, я вам объясняю, как работают психологические воздействия, точно так же ряд приборов, которые изобретают и пишут, что это от радикулита хорошо помогает, или браслет помогает от давления, или какое-то там специальное такое кольцо с таким-то камешком вокруг, помогает сердцу, да, и когда это растрезвонит, растрезвонит, и вы берёте это кольцо, надеваете, и вам легче становится дышать, ну, что тут странного? Ну, мы же сегодня в 21 веке, надо же всё-таки понимать, что надо думать, повторяю, своей головой, а для того, чтобы думать своей головой, надо время от времени выходить из состояния задействованности, выходить из состояния задумчивости, и в этом состоянии отдыхать, для того, чтобы люди научались из века в век выходить из состояния задумчивости, существуют техники Медитации. Да, тысячелет существует. И у нас существует в школе «Человек будущего» Homo Futurus обнуление. Обнуление – это выход на нулевое состояние, когда мысли текут, а эмоциями не сопровождаются. Ну, как бы две половины мозга как бы разведены, как мосты. И вот это вот как раз-таки даёт, во-первых, восстановление, включение аптек организма, где вырабатываются такие тонкие вещества, до которых ни один аптекарь ещё не додумался, эндорфиноподобные вещества, другие гормоны. Восстанавливается работа организма, восстанавливается работа всех органов, функциональных систем, улучшается запас питательных веществ в клеточках мозга, улучшается подача кислорода в клеточки мозга. И поэтому человек после этого, после того, как он обнулился, посидел в такой безмятежности, а это иногда бывает у вас, когда вы музыку слушаете, а это бывает у вас иногда, когда вы усталый такой сидите, а это иногда у вас бывает такое, когда вы сделаете левитационные приёмы и упражнения по методу ключ. Или выберете себе какое-то повторяемое движение, и вот так сядете и задумаетесь, спустите мысли на самотёк, и там включаются эти внутренние аптеки, и поднимается иммунитет, и стресс-иммунитет, и улучшается работа нервной системы, и это всё происходит. И тогда вы начинаете думать своей головой, потому что восстанавливается ваша природная сущность, а сущность ваша по природе – это сущность творческого человека, потому что человек по природе творец. Откуда в нём взялось это творческое качество, творческий геном, откуда в нём? Это потенциал всей эволюции в нём, в его генетике. И когда он освобождается от забот, от страхов, от беспокойств, от тревог, суеты дня, да, он начинает восстанавливаться, как творец. Конечно, а сам подбор приёмов по критерию максимальной простоты и максимальной комфортности – это путь к оздоровлению. Друзья, всё так просто, когда сказано. Когда сказано, да, это так просто, что поэтому и в голову не приходится. Потому что нам всегда говорят, это так трудно, это так сложно, это надо преодолевать себя, это там, о-о-о, надо заниматься. Да нет. Если знать, это легко. Чтобы знание-то быть, было трудно. Да, но я же вам это даю вот так вот сейчас. Просто даю вот так, и поэтому, когда вы пишете какие-то комменты, сначала прочитайте под видео описание. Да. Это проще, гораздо проще, чем вот-вот-вот-вот создавать вот такую тему, что я потратил уже столько минут, чтобы вам это рассказывать. Ну, ничего. Дело в том, что у нас будет вебинар 10-го числа, 20 часов, и там я расскажу то, что обещал, и покажу то наглядно. И вы сразу заметите, как за 5 секунд можно снимать стресс. Да. Можно выходить на это обнуление, а с этим нулем пользоваться для решения самых различных вопросов, которые вас гложат. Вы хотите их решить, и никак не получается. А вот после этого вебинара получится. Поэтому домашнее задание, друзья. Набросайте себе ряд целевых вопросов, набросайте себе ряд дел, которые у вас никак не получаются, потому что после вебинара начнёт лучше получаться то, что раньше вы не могли так хорошо делать. Понятно, да? Насмешил? Ну ладно. Давайте. Привет. Юмор приветствуется. Мы же развлекаем вас иногда. Но в каждой шутке есть намёк. До встречи. Продолжение следует...